По факту, давай смотреть реально. Когда мы говорим про скрипты, Белочкина. На самом деле все не так вышло. Я просто работала в школе, учителем физкультуры. На рынке платили 1000 рублей в день. Надо было просто стоять продавать конфеты. Ну, потому что ты понимаешь, если ты сейчас не продашь, ты не заработаешь в этот день. Конечно же, родители мои все сказали, что это знак, тебе туда ехать не надо. Зачем тебе там Москва? Возвращайся назад. За мной уже сопроводили экспедицию. Но это для меня была отсечка и знак, что надо ехать дальше. Хуже уже не будет. Мне сказали, Настя, если сделаешь, мы тебе еще бонусы в айфон купим. И я такая, ух. Подожди, ну вот звучит так легко. Поставила цель, купила машину, работала в баре. Я поняла, что что-то они так, как я, не продают круто. У них что-то не получается по 30-40 пользователей. У некоторых там максимум 10 получается в день продать. Я стала думать, что с этим делать. Я же теперь за них отвечаю. И если ты не боишься и не путаешь себя своими мыслями и сознанием, ты и так сделаешь то, что должно быть в идеале. Всем привет. В эфире Мария Заренок и авторский подкаст «Будь брендом». Сегодня у меня в гостях Настасия Белочкина, сооснователь компании HyperScript. Построила с нуля и запустила отдел продаж в проекте Callback Hunter, который за два года с нуля вышел наоборот более чем 160 миллионов рублей. Руководила отделом продаж компании Тинькофф онлайн-страхование, Best Office, стульские самовары. Автор более чем 420 скриптов продаж на основании более чем 6 тысяч прослушанных телефонных разговоров. Настя сегодня у нас в гостях, и мы узнаем то, как стать личным брендом в нише «Продающие скрипты». Поехали! Настя, привет! Привет! Рада тебя приветствовать в подкасте «Будь брендом». Когда я слушала твое выступление на TimeBee с этим летом, это был первый раз, если честно, когда я услышала твое выступление, потому что до этого все, что я тебе слышала, это скрипты. Настя, скрипты, Настя, скрипты. И вот я с удивлением узнала, что твоя история начала с того, что физрук из Белоруссии сел в поезд и поехал в Москву. Давай начнем с этого, потому что это такой яркий момент. Во-первых, зачем? Хороший вопрос. Вообще началось все даже не с физрука. Я родилась в деревне, то есть это глубокая такая деревня, Минская область. Сейчас там, наверное, домов 30 осталось. И постоянно я думала, что я должна что-то лучшее для себя найти. Поступила в университет, это как раз был педуниверситет. Притом вдохновил меня мой учитель физкультуры. Я до последнего не знала, куда мне пойти учиться. Понимала, что финансы не мое, это не мое. И тут мне учитель физкультуры рассказывает про студенческие годы, педуниверситете, как они спортом все занимались. В общем, я под этими эмоциями подала документы в педуниверситет и поступила. И специальность у меня физическая культура, организация физкультурно-оздоровительной работы и туризма. То есть я мечтала о том, что я открою либо свою турфирму, либо буду там какой-то спортивный клуб открывать. Вот у меня такая идея была. На самом деле все не так вышло. Я просто работала в школе, учителем физкультуры. Два года я проработала в школе, участвовала в конкурсе «Учитель года», победила там номинации, мы молодые, да. Притом старшую работу у меня был всего 2,5 месяца. То есть я постоянно понимала, что мне надо что-то больше. Ушла из школы, потому что денег было мало в том числе. И с детьми классно работать, но сложно, потому что ты еще работаешь с родителями. А я была классным руководителем в школе. То есть у меня было 30 детей, и я была обычной классухой. Вот я поработала какое-то время в баре в Минске. Поняла, что нужно какие-то цели ставить. Поставила цель купить машину, купила машину. И поняла, что все, в Минске, наверное, все закончилось. На самом деле какой-то... Подожди, звучит так легко. Поставила цель, купила машину, работала в баре. Я откладывала, ты откладывала или... Нет, там в баре, в казино. Так как, наверное, моя какая-то дар мой общаться, продавать. И у меня было очень много чаевых. То есть мне там за ночь могли просто на чай баксов 200 оставить. Плюс бармены зарабатывают, все знают как. Я заработала примерно за 3 месяца на машину. Но это не была супер-пупер машина. Машина стоила 3000 долларов, чтобы вы понимали. То есть это не так сложно. Но потом поняла, что все равно в Минске в школу не хочу, в баре тоже не хочу. И какое-то такое ощущение, что надо что-то менять, не было. Я просто на бум села в поезд, решилась уехать и вот все. Но не доехала. Многие знают уже эту историю. Слушай, все-таки, да, эта история. Знаешь, некоторые предполагают, что если я иду в новую жизнь, то мне должна сразу скатертью выстилаться, дорожка, я пошел по своему пути. А твоя история в том, что ты не доехала до Москвы в первый раз, да? Что там случилось? Мне в поезде плохо стало. Оказалось, это аппендицит. Притом такой уже был аппендицит запущенный, потому что я до этого ездила на соревнованиях в Фрагу по дартсу. Я в национальной сборной Беларуси по дартсу даже состояла. И зато, чтобы выступить на соревнованиях, у меня болел уже живот, но я глушила все таблетками. И там, в общем, все плохо было. И вот в поезде, когда не было возможности там пить уже таблетки, все обострилось. И меня сняли с поезда, вырезали в Вязьме аппендицит. То есть я еще 10 дней примерно лежала в больнице. И, конечно же, родители мои все сказали, что это знак, тебе туда ехать не надо, зачем тебе там Москва, возвращайся назад. За мной уже сопроводили экспедицию. Но я сказала нет. Для меня это была отсечка, я это восприняла как отсечка, что это последнее что-то плохое, что со мной может случиться. И в Москве типа все будет супер. Ну, это, конечно, не так. Но в Москве тоже были сложности. Но это для меня была отсечка и знак, что надо ехать дальше. Хуже уже не будет. Короче, принцип наоборот. Да, да. А твой принцип Амстердама, это вот про это? Да, мой принцип Амстердама, не бойся пробовать. Да, то есть когда-то кайфанешь все равно. При этом я никогда ничего не пробовала. Просто зрители подумают, что тут сидят какие-то... Ну да, потому что принцип Амстердама, да? Да, да, да. Ну, очень хорошо ложиться. Потому что если бы я боялась, я бы и в Москву не поехала, я бы и в баре не работала, я бы и машину, наверное, не покупала. Может быть, до сих пор бы работала в школе, потому что там тоже получалось. Но амбитии какие-то больше были. Я бы, может, и бизнес не начала свой пробовать, и с мужем бы, может быть, своим не познакомилась, если бы я чего-то боялась. Потому что, кстати, большинство людей тормозятся именно на шаге. А может, мне еще что-то попробовать? А нужно ли мне это делать? Вот какие-то размышления, ищут каких-то советов. Ко мне часто приходят, а посоветую. Я говорю, да сделай ты просто. Сначала сделай, потом все узнаешь, что ты боишься. То есть принцип Амстердама это про вот это? Да, не бойся пробовать. Сначала попробуй, оцени какие-то там результаты, ошибки. Может быть, ошибки, это тоже круто. И потом, исходя из этого, действуй дальше. А, как правило, все складывается, как должно быть. Как говорит мой муж, все уже предопределено. И если ты не боишься и не путаешь себя своими мыслями и сознанием, ты и так сделаешь то, что должно быть в идеале. Хорошо. Ну, опять, ты на вокзале. Да, я на вокзале. Притом, я должна была приехать к женщине, которая моя давняя знакомая моей мамы. Но так как я на недельку задержалась. Я приехала в Москву, она уезжала там на родину к себе. Мне пришлось жить там у каких-то друзей, моих друзей. Неделю они меня приютили. Приехала к этой женщине, она разрешила у нее пожить там какое-то время, пока не найду квартиру. Работать негде было, потому что живот еще валит. Не понимала, что делать. У меня была такая отсечка, что до Нового года я должна уже понять, остаюсь я в Москве или нет. И вот мне предложили работать на рынке, продавать конфеты. Потому что те 100 долларов, с которыми я поехала в Москву, они закончились быстро очень. На рынке платили 1000 рублей в день. Надо было просто стоять продавать конфеты. Я подумала, у меня получится, наверное. Это же несложно продавать конфеты. Но оказалось, что эти конфеты я продавала лучше, чем моя напарница, при том раза в 3. И отморозила тоже палец. Прям все плохо было. 29 градусов мороз был. Но опять-таки к вопросу, как расценивать, что с тобой случилось. Можно было подумать, все, бедный мой пальчик пошла, и нафиг мне это не надо. Я расценила все, значит, нужно в этом направлении идти. Это же нога. На ноге же палец отморозила. Но ты сейчас реально стереотип разрушаешь, если честно. То есть я вот какие-то такие знаки читала. Да, я их читаю наоборот, но при этом это ведет туда, куда надо. То есть как вы интерпретируете вот эти все истории, так с вами произойдет. Если вы посчитаете, что это плохо, значит, так и произойдет. И вот я поняла, что нужно развивать себя в продажах. То, что стоя на рынке, я там уже понимала, что надо выявлять потребности, спрашивать у людей. Я закрывала их каким-то фишками, какие-то акции придумала. Вот я и продавала больше, чем эта гуля. Я стала искать работу менеджером по продажам. Я только тогда узнала, что есть такая, оказывается, вакансия. Я думала, это просто продавец, оказывается, это менеджер по продажам. Вот стала искать именно в фитнес-клубах. Я подумала, раз я физрук, надо фитнес-клубы искать. Но фитнес-клубы особо без опыта не брали, потому что все хотят уже каких-то опытных бойцов. И, кстати, человек, который меня не взял, потом ко мне на тренинг приходил. Мы взяли только администратором. Это был клуб «Премьер Спорт». Я там работала администратором. Так как денег было мало, 20 тысяч, 19 тысяч платили, а за квартиру нужно было примерно 20 платить. Я набрала тренировок, я там вела растяжку, какие-то индивидуальные занятия. В общем, я еще там и тренером была. Ну, сводила там куда бедно, концы с концами. В этот момент я уже с Руслана познакомилась. Руслан уже в этот момент развивал компанию «Мейк Торнадо». То есть я понимала уже, что можно бизнес делать. То есть какие-то такие зачатки во мне уже были. Это уже момент такой, да, что ты знакомишься с человеком, у которого есть философия предпринимательства. И это начинает влиять. Я рассказываю всем, что Руслан, по сути, с точки зрения бизнеса, был, наверное, моим ментором каким-то, наставником, которого сейчас люди часто ищут. Потому что я видела его пример и понимала, что да, есть сложности, но это все возможно. А, давай для слушателей объясним, кто такой Руслан. А, Руслан, это мой муж. Руслан Татанашвили. Это основатель компании «Колбэк Хантер». Сейчас они уже его продали. И он, и партнер продали этот проект. Но это был самый быстро растущий стартап на тот момент. Они участвовали в конкурсе «Предприниматель года» в России и победили с этим проектом. Ну, и канал на YouTube наверняка кто-то знает из твоих подписчиков. Да. Вот. И, собственно, с фитнес-клуба я уволилась где-то месяцев через 5. Потому что я понимала, что тоже это что-то не мое. На меня повлиял сильно Руслан. Он сказал, что это не твое, ты не должна стоять там на ресепшене, тебе нужно чем-то другим заниматься. Ну, глобально это выглядело так. Или ты увольняешься, или мы расстаемся. Вот глобально. То есть у меня Руслан, он такой принципиальный в этих моментах. И вот я уволилась. Примерно несколько месяцев я ничего не делала. У меня остались какие-то клиентки мои, в которых я проводила там занятия. Они между что платили. И я вот искала себя. А потом совершенно случайно мне пришла смс-ка из Тинькофф банка. Тогда еще был Тинькофф кредитной системы. Приходите на... С исследованием? Да. Притом у меня даже резюме не было нигде. То есть очень странно. Но так как я не боюсь пробовать, я посмотрела главное в Яндексе, типа, что такое Тинькофф кредитная система. Оказалось, это банк. Я подумала, я физрук, и мне зовут банк. Что-то очень странно. Ну, ладно. Я же... Схожу, да. У меня же принцип... Принцип Амстердама, да. Я пришла, там было собеседование. Человек на 160. 4 вакансии они тогда предлагали. 3 из них, я даже не знала, что это. Там коллекшн, верификация, саппорт. Я думаю, какие-то слова незнакомые. Мне руку не надо подниматься. Там по принципу рассказывают вакансии. Поднимите руку, кому интересно. И вот дошли до вакансии отдел продаж. И я такая, наконец-то, поднимаю руку. Потом были какие-то конкурсы, какие-то задания. И я прошла в группу с 10 человек, которые взяли на обучение. И тогда мы попали в стартап Тинькофф онлайн-страхование. То есть мы были вообще первые 10 человек, кого взяли на продажи в этот проект. И это было вот именно, наверное, какой-то тоже точкой, отсечкой. То, что я увидела, как такие большие проекты с нуля выстраиваются. Как набираются люди, как проходит обучение, как выстраиваются системы продажи. Ну и, соответственно, это мой первый опыт холодных звонков, продаж. И самый адский. Хорошо. Но вот я знаю о твоих результатах там, да? То есть ты делала 800 продаж в... Да, статистика такая была, что в среднем ребята делали 350-400-500 полюсов. Это в среднем 30-40 продаж в день. Да. Конверсия в некоторые дни могла и 80-100%. Просто я помню такие дни, когда это выходной день, очень мало дозвонов. Я делаю там 13 звонков и 13 продаж. Ну, потому что ты понимаешь, что если ты сейчас не продашь, ты не заработаешь в этот день. А за одну там страховку нам что-то платили, около, может, 80 рублей, я уже точно не помню. Вот. И опять-таки, выдохлась очень быстро. 4, по-моему, месяца на линии продавала вот так, в таком режиме. То есть мы делали по 200 звонков в день. То есть это очень много. Система сама звонила. Это очень сложно. Клиенты разные. Мы звонили физическим лицам. Они там и злились, и посылали. Были классные там всякие истории. Можно изнутри скажу, да? Вот я как клиент, которому периодически звонят и что-то предлагают. Вот я, например, сегодня к звонкам отношусь в период, когда такой информационный шум, такой поток, да? Очень тяжело звонки воспринимаю. Вот когда мне звонят и что-то предлагают. Я знаю, что у тебя есть рецепты, как помочь предпринимателям сделать так, чтобы когда их сотрудники звонили, и все было хорошо. Но вот я предполагаю, что даже в то время, это какой был год? Это 14-й. 14-й. Даже в то, да, ну, вот все равно, даже там 3 года назад, все равно люди, наверное, реально воспринимали это, ну... Конечно, конечно. То есть тяжело, наверное, как-то эмоционально? Тяжело, это слабо сказано. То есть... Ну, может быть, потому что это все-таки физические лица были, это не B2B какие-то продажи были, да? А это простые люди были, но, тем не менее, их реакции тоже были непредсказуемы. Было очень сложно, но не сложнее, наверное, чем сейчас сотрудникам звонить в холодную, в какие-то компании, на собственников выходить. То есть... Потому что люди, которые физические лица, просто там, люди, которые в регионах живут, они к этому попроще относятся. В регионах по-другому все. Там еще нормально это, да. А вот в Москве, в Питере, в больших городах в холодную звонить, это я не знаю, какую стрессоустойчивость надо иметь. Даже я слушаю звонки своих клиентов, и мне плохо становится. Я только звонки слушаю. То есть я не звоню. Мне уже... Я так же, ну, я чувствую, возбуждаюсь, начинаю беситься, злиться на какие-то реакции и так далее. Вот. Но 4 месяца примерно, я не могу вспомнить, может, 5. Я так продавала в таком режиме, устала, страдала. Я вставала там очень рано, ездила на работу. И Руслан тоже говорит, ну, все, ну, тебе либо надо увольняться, искать какую-то руководящую должность, потому что ты уже вырос, типа, из продажи. А он мне говорит, иди к своему руководителю, попроси у него повышения. Ну, шаблоны, конечно, есть у всех. Точнее, не шаблоны даже. Какая-то зашоренность ума. Я говорю, как? Я пойду попрошу там. Я же там 4 месяца работаю. Я приду, тут буду просить руководителя. Он говорит, Настя, ну, ты же знаешь. Либо так, либо мы расстаемся. И Настя, так как она не боится пробовать, и у нее принцип Амстердама, я просто иду и говорю, вот, Артем, пожалуйста, вот я хочу быть руководителем, и я просто больше не могу. И Артем говорит, ну, я знал, Белочка, ну, что ты далеко пойдешь. Ну, что мы так быстро, я не ожидал, типа. Да, и он сделал меня руководителем, притом я вне конкурса так прошла, и там люди очень долго думали, что я какими-то, наверное, другими путями стала руководителем. Вот. И около 7 месяцев я там работала руководителем группы, продаж, там, от 20 до 25 человек было. И вот там я написала свой первый скрипт, потому что, когда я получила людей к себе в группу, я поняла, что что-то они так, как я, не продают круто. У них что-то не получается по 30-40 пользователей. У некоторых там максимум 10 получается в день продать. Я стала думать, что с этим делать. Я же теперь за них отвечаю, мне же их нужно обучать. И я стала анализировать свои продажи. И поняла одну простую вещь, что эти люди, ребята, не работали с возражениями, как я. И они некоторые вещи не умели предвосхищать. То есть, так как у меня уже схема была отработана, я многие вещи предвосхищала. То есть, я делала наперед так, чтобы у клиента потом не возник вопрос. Я, знаешь, в этой серии расставить кубики на столе таким образом, чтобы все сложилось в твою пользу. Да. То есть, глобально я там работаю, сделала там тысячу уже звонков, да, и понимаю, что вот на женщин вот это работает, на мужчин вот это. Короче, а давай конкретно лайфхак какой-нибудь. Из твоей практики, вот какой момент люди при звонке, например, в холодную, или пытаясь продать что-то, вот что нужно в самом начале звонка сделать или не сделать, чтобы заранее конверсию увеличить? Вот давай так. Нужно, если вы звоните в холодную, нужно иметь какое-то предложение, от которого сложно отказаться. Это, кстати, я продвигаю на рынок примерно около года. Я сама не сразу до этого доперла. Я понимала, что нужен какой-то инфоповод. Потому что, если ты не говоришь человеку, какой-то инфоповод, он все сливает. Спасибо, не надо, неинтересно. И потом я поняла, что нужен call to action, то есть какое-то предложение, от которого сложно отказаться. Мой пример. Мы еще занимаемся прослушкой отделов продаж. И когда мы просто звонили и говорили, слушай, занимаемся прослушкой, и нам спасибо, не надо, неинтересно, сливали. А тут мы стали звонить и говорить, прослушаем 20 звонков бесплатно и дадим обратную связь по ним. Люди стали соглашаться. То есть это крутой call to action, от которого сложно отказаться. И так как мы их послушали и поняли, какой там трэш. Дальше мы им говорим, вот мы можем вот это сделать, можем вот это, вот это. И количество закрытий в сделку было гораздо выше, чем просто звонить. То есть фишка в том, что вы должны придумать call to action. Это как сайт. То есть если на сайте хороший, сильный заголовок. Конвертироваться будут. Если на сайте слабый заголовок или его нет, будут просто уходить. Проблема часто в том, что люди, скорее всего, пытаются сразу в лоб продать то, что... Не звонят, занимаемся разработкой сайта. Вам это интересно? Нет, спасибо, до свидания. Потому что это автоматическая фраза, которая вызывает желание сказать нет. Но если тебе скажут, что давайте мы сделаем бесплатный аудит по вашему сайту и дадим список рекомендаций, что нужно исправить. И вы либо своими силами исправите, либо мы чем-то поможем. Тогда на аудит проще согласиться, потому что с тебя денег не просят. Тебе дадут какую-то аналитику полезную. Тебе дадут рекомендации, которые для тебя польза. И тебя сразу утепляет это. И делает более лояльной к ним. И уже когда они тебе сделают аудит и скажут, какой у тебя там трэш, и ты понимаешь, что своими силами ты это будешь год исправлять, ты уже примерно не точно на их какие-то условия согласишься. То есть вот в этом суть. И я стала выводить какие-то истории, которые можно применить на всех. То есть что я сделала? У меня была схема в голове, по которой я продавала. Я эту схему оцифровала. Я просто в файле Word написала сценарий разговора. Вот просто здравствуйте, клиент ответил. Линейно. Но при том, это был абсолютно линейный скрипт. Это не сейчас, как я пишу, там сотни веток и так далее. И дала просто каждому распечатки. Каждый из них в этот день сделал больше. А потом стали обучение проводить, интонации с ними прорабатывать, чтобы они там уверенно это говорили, чтобы с заботой говорили. И мои ребята стали некоторые продавать так же, как и я. Это было очень круто. При том, постоянно проводили анализ. То есть я понимала еще раз, что для женщин это работает, для мужчин это не работает. Бывали такие возражения, которые на женщин вообще ноль. Ноль реакций. Нет, спасибо, не надо. На мужчин реакция была глобальная. Или наоборот. В итоге это был первый мой написанный скрипт для кого-то. Окей, ты работаешь, но многие люди с каких-то руководящих должностей не уходят никогда. Не уходят. Ребята, с кем я тогда работала, они до сих пор там. И они молодцы в любом случае. Там как получилось? Руслан в этот момент уже Callback Hunter сделал. То есть все предопределено в любом случае. Я бы скорее всего ушла, потому что я уже понимала, что какой-то потолок есть. Потому что выше там потолка ты не заработаешь. Все равно там примерно одинаково твои люди делают. Ты все равно каждый день ходишь на работу. А я уже видела, что можно не ходить каждый день на работу. Потому что я видела пример Руслана живой, который тоже с ничего сделал компанию, бизнес и успех. И Руслан сделал Callback Hunter. И там выстрелило количество заявок регистрации. И нужен был отдел продаж. Потому что там сидело два человека, которые просто не справлялись. И он говорит, Настя, давай свой тинькофф бросай, давай к нам, типа, в Callback Hunter. Давай делать нам отдел продаж. Ты же там посмотрела, как это все делается. Плюс мы сходили на бизнес молодость. Там как раз был у них курс отдел продаж там что-то за 60 дней. Мы поняли, что это примерно можно выстроить. Вот. И я увольняюсь тинькофф одним днем. Притом мы приходим к компанию Руслану в понедельник, а его партнер говорит, а я против. Ну, потому что это твоя женщина, почему она будет у нас в компании работать. И мы договариваемся, что мы делаем проект. Типа два месяца я делаю отдел продаж, выстраиваю. Потом либо они помогут мне работу найти, потому что клиентов куча вокруг. Я понимала, работой вопросов не будет. Ну, либо там еще какие-то варианты. В итоге, когда я сделала этот проект, мы выстроили отдел продаж. Там у нас было около 70 человек уже. Поделили на отделы. Все работало, заявки обрабатывали. Можно вопрос сразу про... Что такое выстроить отдел продаж? Ну, в тот момент я сама этого не понимала. Я примерно понимала, что нужно набрать людей, что нужно прописать какие-то инструкции, что нужны какие-то регламенты, нужно поделить на отделы, потому что входящие звонки это одно. Аккаунтинг это второе, техподдержка это третье, холодные звонки это четвертое. Мы вот это все разделили. Мы выбрали CRM-систему, настроили CRM-систему под свои бизнес-процессы, подключили все эти телефонии, сайты, прописали скрипты. То есть мы добились так, что любая заявка откуда бы ни пришла, она либо конвертировалась, либо оставалась в каком-то статусе. И все завертелось, закрутилось, деньги пошли. То есть там реальное удвоение было каждый месяц по деньгам. Но так как это был проект, притом я глобальных денег каких-то не заработала. Глобально я тогда работала чуть ли не за айфон, тогда был 5S. Мне сказали, Настя, если сделаешь, мы тебе еще бонусы на айфон купим. И я такая, ух, класс, у меня будет айфон. И вот мы сделали это, с Русланом уехали на месяц потом в Европу. И по сути вот мы выстроили отдел продаж, и он смело смог уехать на месяц. И все работало, все зарабатывалось. Но и в этот момент я поняла, зачем мне вообще работать дальше по найму, если можно такими проектами крутить, вертеть. И это тоже деньги, это тоже бизнес. И как раз клиент Callback Hunter, Евгений Перфильев, у него там вот тульские самовары, как раз компания, приходит, говорит, Настя, можешь тренинг там провести? Я говорю, ну могу. А сколько это стоит? А я не знала, сколько это может стоить. Я ему просто свою зарплату назвала. Он говорит, ну ладно, сойдет. А сколько? Можешь я сказать? Тогда это было 35 тысяч. А, то есть ты говоришь, 35 тысяч? Да, я просто, это мой оклад. Ага. А я ему говорю, 35 тысяч. Он такой, ладно, без проблем. И я понимаю, что я за 5 часов заработала свой месячный оклад. Это была как раз точка отсечка, что не надо мне больше работать, можно этим зарабатывать. Ну и по ходу дела я так барыжила чуть-чуть с криптами тренинга. А не было бы тебе страшно все-таки тренинг? Знаешь, одно дело, ты там на 2-3 месяца работаешь в компании, там последовательно выстраиваешь. У тебя же не было материала тренинга, то есть тебе пришлось его создавать. Я же уже работала и руководителем работала. Ты просто укомплектовала опыт и... Да, ну я учитель по образованию, то есть это как бы все тоже дается. В тему, да-да-да, это же все в тему как раз. Конечно. Цели, задачи, обучение, все это все равно оттуда из педагогики, общая педагогика. У нас же не физкультурная педагогика была, а общая. Поэтому все очень легко легло. Вот я провела этот первый тренинг и поняла, что с криптами тренингами можно фрилансить. То есть для меня тогда это был просто фриланс. Потому что я тогда с клиентами Callback Hunter общалась, говорю, давайте вам скрипт напишу за пятнашку. Тогда это пятнашку стоило. И вот я так сотку, сто пятьдесят спокойно зарабатывала, никуда на работу не ходила и очень хорошо себя чувствовала. Плюс были крупные проекты там. Иваджио. Я там была директором по развитию. Четыре месяца устраивали отдел. Получилось. Потом Play Display, Тульские самовары. То есть были такие консалтинговые проекты, что тоже в сравнении мне дало понять, зачем мне там горбатиться четыре месяца постоянно, большая ответственность, еще что-то. Если те же деньги я могу заработать, написав пять скриптов за месяц и быть свободной. По факту, давай смотреть реально. Когда мы говорим про скрипты, Белочкина, все хотят от меня скрипты. И все вот эти вот шифишки, которые даже ты используешь, смешные, которые идут в народ, это же, да, это бренд. И вот ты выбираешь, какой вариант, да? Найм понятно. Нужно месяц работать, ограничена зарплата. Второй вариант. Фриланс. Сделал что-то, получил. Да, когда я поняла про фриланс, я увидела такую связь, что чем больше людей про меня знает, тем больше заказов. Кстати, вот к личному бренду, если идти, да? Вот именно в этот момент я стала везде писать о том, что я занимаюсь скриптами, о том, что я пишу скрипты. Я стала писать какие-то экспертные посты. Я стала выкладывать работы со своими клиентами. Я стала выкладывать фотки, что я провела тренинг, написала скрипт. То есть я руками добавляла в Фейсбуке друзей. Притом, как я делала? Я заходила к какому-то человеку из бизнеса, известному. Заходила в его друзей и смотрела обязательно, чтобы это был собственник бизнеса, либо какой-то там сооснователь, либо на крайний случай руководитель отдела продаж. И я руками добавляла только таких. Больше я никого не добавляла. То есть я вручную... А ты писала какой-то там? Нет, я, к сожалению, только добавляла. Тогда еще не додумывалась оффер. Я просто добавляла. Люди добавляли меня в ответ, читали посты. Я видела, что есть отклик. Мне стали приходить заявки прямо из Фейсбука. Сколько, как ты думаешь, сколько времени прошло между моментом тебе приходят только по сарафанке и к тебе приходят рунки люди с внешнего рынка, которые не по сарафанке, а увидели пост. Мне где-то полгода ушло на то, чтобы хоть какую-то базу такую в соцсетях свою накопать. Вот у меня в Фейсбуке было там... Вот я как-то быстро в Фейсбуке 5 тысяч набрала лимит и очень активных был. Может быть, потому что с Русланом рядом была, у него тоже такая тусовка. Я уже попала в тусовку бизнес-молодости, там, Синергии. То есть мне хороший рост дала именно бизнес-школа Синергии, потому что они по своим каналам начали тоже меня пиарить, мой бренд, что я Анастасия, я там скрипты. Вот поэтому вот Фейсбук я как-то быстро получила. Вот с Инстаграмом мне сразу додумалось строить личный бренд через Инстаграм, потому что для меня Инстаграм долгое очень время была страничка, где я просто фоточки из отдыха выкладываю. А потом я поняла, что можно же Инстаграм... И, кстати, сейчас Инстаграм лучше всего себя показывает с точки зрения бренда. И вот здесь я поняла, что если я сейчас начну постоянно... Я промониторила, что особо никого нет по скриптам. Не было тогда ни одной книги по скриптам. Ничего не было. Были тренеры по продажам, то, сё. И я поняла, что надо мне, как Манн говорит, определив, в чём ты номер один и начинай это двигать. И, по сути, если бы я тогда не сказала, что я номер один по скриптам сама же, может быть, сейчас люди бы и не говорили об этом. Нет, конечно бы мастерство, но пришло, об этом бы узнали. Но началось реально всё с того, что я сама сказала себе, что я номер один по скриптам. Это реально так. Но я это подтвердила и делом. То есть сейчас это там 400, может, 20 и более скриптов, написанных лично мной. Методологию я вывела вот просто из ошибок своих же. То есть я не читала книги, я не ходила на тренинги. Я просто брала и делала. Звонки делала, продукты разбирала, пробовала так, пробовала сяк, анализировала, что работает, что не работает. И вывела какую-то методологию, потому что в идеале надо делать вот так, вот так, вот так, вот так, и тогда лучше всего работает. И все остальное тестирование. Слушай, ну и так, вот между делом, как ты думаешь, насколько вообще тема личного бренда сейчас актуальна в современном мире? Максимально. Максимально актуально, потому что сейчас все продается через соцсети, все продается через лидеров мнений. И личный бренд – это доверие в первую очередь. То есть если ты выстраиваешь свой личный бренд, то ты выстраиваешь доверие как к себе, как к человеку, так и к своему продукту. Поэтому, если есть возможность, личным брендом нужно всем заниматься. Я, наверное, не придумаю какой-то тематики, где не сработает личный бренд, если это выстроить правильно, грамотно. Потому что если есть доверие, ты и IT-продукт продашь, ты и пеленки продашь, ты и скрипты продашь, ты и инфобизнесменам. Всем это нужно, например, напрямую. А что бы ты сказала тем, кто боится выходить из тени или не знает, как на него отреагируют, или что мне сказать? Не бояться пробовать. Сначала попробуйте. Посмотрите, как реагируют. Принципом стерлянга, да. Если вы поймете, что все плохо, и это не ваше, окей, не делайте так. Вот у меня партнер, он понимает уже это, что это не его. Он пытался, а потом сказал, это не мое, и он как бы стерпится, слюбится, все нормально. Пусть для вас будет личным брендом ваш партнер. У Руслана в Callback Country тоже самое было. Его партнер Илья нигде не светился, и он не был личным брендом, но это не мешало ему загребать деньги и зарабатывать на проекте. Да, потому что в том числе в партнерстве был личный бренд, человек, который был готов эту историю развивать и двигать. Слушай, круто, благодарю тебя. А знаешь, вот на примерах всегда понятнее. У нас в бизнесе тоже есть люди более публичные, есть менее публичные, мне кажется, это нормально. Но с другой стороны, я знаю, что здесь иногда человеку бывает просто ты очни, пойдешь по этому пути, и ты понимаешь, что уже и фоточки в принципе нормально получаются. Большинство блогеров то бизнес сделали на каких-то шоу-румах, одеждах. Сначала они стали людьми, на которых смотрят, читают, какие-то они снимали видосики смешные, ржачные. А потом за счет этого, получив популярность, получив трафик, они стали продвигать уже какие-то вещи, бизнесы и так далее. Там Самойлова Оксана, например. Я там глобальную историю не знаю, но сначала она получила популярность, потом вытащила свой бренд одежды на рынок. Есть из таких популярных. То есть можно и наоборот. Сначала ты становишься популярным, потом бренд вытаскиваешь свой наружу. Ты работаешь с абсолютно разными отраслями? Вообще с разными. Скажи, а в любом бизнесе реально может быть полезен скрипт? Да. Можешь каким-нибудь... Люди же лучше всего понимают на примерах. Совершенно разные примеры приведены. Фишка в чем? Что люди думают, что скрипт нужен в какой-то определенной области, а для моего сложного бизнеса скрипт не подходит. Но вдумайтесь, скрипт – это инструкция для сотрудника, которая позволит ему продавать больше в местах, где он ошибается. Ошибаются все менеджеры. Просто нужно понять, в этой отрасли в каком месте ошибаются, и это место заскриптовать, и в этой отрасли вот здесь ошибаются, и это место заскриптовать. То есть, по сути, это можно написать на любой бизнес. Не важно, что ты продаешь, ты ошибаешься в одинаковых местах. Ты не работаешь с изражениями, ты не выявляешь потребности, ты не делаешь попытку сделки, ты там пытаешься продать не в тот момент, когда надо, либо вообще не пытаешься, либо используешь какие-то речевые модули, которые автоматически вызывают желание сказать «нет». Вот эти фразы всеми любимые. Не хотите приобрести? Да все на эту фразу отвечают «нет». И чем вам помочь? Да, чем помочь? Ничем. Вам это интересно? Нет. Эти фразы все мы используем, а они уже давно не рабочие. И вот скрипт как раз это для того, чтобы все нерабочее убрать и все рабочее добавить. Какую-то гигиену даже вот скрипт продаж. То есть у вас может быть хорошая продажа, показатели, но если вычистить вот это, простите, дерьмецо еще из скрипта, то все равно будет лучше. Не важно, что вы продаете. Можно вопрос? Вот я как практик в прошлом, в сетевом бизнесе большой, да, я тоже любила очень скрипты, но я правильно понимаю, что, например, это можно использовать не только для компании, типа вот я владелец, у меня там сеть магазинов, и я налаживаю систему, как продавцы продают шубы, например, да, и не только, когда моя компания звонит и что-то предлагает в холодный контакт, но, например, в сетевом бизнесе обучить команду правильно закрывать людей на сделку и так далее, да? То есть, ну, скрипт это уже что-то больше, чем было раньше. Раньше скрипт воспринимали это какой-то навязчивый сценарий, жестко позвонить, продавить, там, задавать какие-то вопросы, не дать уйти, взбесить и так далее. И клиент бросает трубку. Вот почему-то все думают, что скрипты такие. Скрипт вообще должен быть заботливым, понятным и закрывать дыры, которые есть у всех. Да, кстати, у меня стереотип такой был, да, когда ты сказала, я сегодня буду рассказывать про заботливые скрипты. Ты когда на большом выступлении в трансформации, и я такая, это будет что-то про сервис клиентов? И ты такая, про продажи? Я так думаю, да, помочь клиенту купить ваш продукт. Такая вкусная подача, и реально это про это. Если у человека есть потребность, помочь ему увидеть свою потребность, и реализовать. Все мы пытаемся сначала рассказать, какой у нас классный продукт, вместо того, чтобы понять, что нужно человеку, решить его боль. И вот скрипты этому учат, потому что, когда вы даете сценарий, а даете его в конструкторе, и там сложно пропустить шаг выявления потребностей. То есть, менеджер не может перескочить, ему система не дает, он все равно должен задать эти вопросы. И еще важный момент, как вы их пропишете. То есть, большинство людей думают, что скрипт, это фраза типа, данное предложение будет выгодно вам тем, и каким-то литературным, очень таким красивым языком они пытаются заскриптовать. На самом деле, чем проще мы выбираем слова, то есть, это навыки копирайтинга, самого простого, чем проще вы доносите, тем легче вас понимают. И вот мы скрипты пишем именно такими. Не вот такие вот фразы, витиеватые, непонятные, а простые, которые прямо в мозг сразу заходят. Хорошо. Давай тогда еще конкретный пример. Какая-нибудь еще одна распространенная ошибка в конце, например, диалога. Вот ты говорила про то, что люди не закрывают, как это, не закрывают сделки? Делают попытку сделки. То есть, большинство из менеджеров, которые работают в продажах, они ждут всегда какой-то особенный момент, что вот сейчас он как-то там скажет мне что-нибудь, или какую-то интонацию я услышу, и только тогда я предложу. А фишка в том, что надо в 100% случаев сделать эту попытку сделки. То есть, если у вас цель пригласить человека на встречу, что бы у вас там не случилось в телефонном разговоре, вы должны сказать, Иван, вам удобнее, чтобы я к вам на встречу приехал, или у нас в офисе встретимся? Что бы ни случилось, сделайте эту попытку сделки. Потому что, когда вы ее делаете, ваши шансы хотя бы один к одному. Если вы не делаете попытку сделки, все, ноль. То есть, очень редко такое бывает, что клиент сам скажет, а давайте встретимся. Точнее, такого вообще не бывает. То есть, там простой пример, которому уже 20 лет может. Авиакомпания, одно слово, скрипт внедрила, и продажи выросли на 38%. Это слово было бронируем. В 100% случаев бронируем. Все, люди стали закрываться. Плюс еще, там, завершение разговора, самая частая ошибка. Когда вы задаете вопрос, когда могу вам перезвонить, вот сейчас лайфхак, наверное, для зрителей. Когда я могу вам перезвонить? Чаще всего отвечают, я вам сам позвоню. То есть, логика же в чем тогда? Предвосхитить эту историю. И сказать, Иван, тогда я вам завтра позвоню в 2. Всего доброго, до свидания. Интонация завершить разговор и положить трубку. И тогда у вас есть возможность ему завтра в 2 перезвонить. Если вы спросите сами, чаще всего отвечают, я вам сам позвоню. То есть, исключите, и потом не перезвоню. Я не перезвоню. Это обычно способ съехать, на самом деле. Да. На самом деле, даже те, кто клиент ваш, они привыкли, что вы продаете ему. И это они ждут все равно, что вы им будете звонить. Даже несмотря на то, что вы сказали, я сам перезвоню. Мы автоматически это говорим. Но всем нам нравится, когда нас в тонусе держат, нам перезванивают. Потому что, с одной стороны, мы говорим, я сам вам перезвоню, а потом, а что вы не позвонили? Да. А что вы не перезвонили вовремя? А что вы письмо не прислали? Да. То есть, мы все равно приучены, как клиент именно, да, что нам продают. Но при этом продавать надо так, чтобы было ощущение, что я покупаю, а не ты мне продаешь. Вот в этом, наверное, какая-то суть скриптов. Хорошо. Давай опять вернемся к пути эксперта, к твоему пути. Почему ты, то есть, ты сейчас ведешь какие-то большие проекты на 4 месяца? Вот как ты сказала, я увидела, что это большой проект с ответственностью. То есть, ты поняла, что проще все-таки работать как фрилансер, я масштабирую моя история. Просто, чтобы масштабировать консалтинг, это нужна большая команда. То есть, я знаю примеры, Катя у Половой. Я знаю, это тоже круто, это работает на рынке, всем всегда нужны будут проекты на устраивание продаж. Но я почему-то решила, что это не мой путь, потому что консалтинговых компаний много, а тех, кто занимается узко скриптами, нету. И вот для фишки была вот личный бренд, вот скрипты. И я сразу стала отсекать. Мне до сих пор обращаются, Настя может отделка. Я говорю, нет, только скрипты, только скрипты. Ну, вот смотри, супер. Это как раз-таки поднишиваться. Я часто говорю о том, что чем уже ниша, тем проще стать не брендом. И многие клиенты, они боятся этого. Они говорят, что, а как же я потеряю тогда заказы, а у меня тогда не будет клиентов, а мой клиент уйдет другому специалисту, а может быть на этой нише меньше спроса. Вот у тебя не было таких страхов? Были такие страхи, что как это он купит тогда у других. На самом деле, это все работает по-другому. Важно просто отпустить. И как только вы, вместо того, чтобы от жадности себе нахапать этот консалтинговый проект, отдадите кому-то, кто занимается только консалтингом, в продажах, например, эти же ребята тут же станут рекомендовать вас. У меня так и вышло. То есть я без страха что-то потерять. То есть вот этого накапливания не было, отпустило меня. Я говорю, извините, я только скриптами по консалтингу. Вот есть ребята проверенные, работайте с ними. И эти ребята стали говорить, скрипты нет, вот есть Белочкина, она пишет скрипты. То есть все равно отдача придет. Но в чем-то широком вы уже никогда не будете номер один. Уже есть люди, которые этим занимаются. И они при этом не номер один, их просто десятки там. Поэтому у меня была именно стратегия про это. Я при том не знаю, как я это поняла. То есть я уже потом прочитала книгу Мана, где он про это пишет. Но поняла я сильно заранее, что вот надо бить скрипты, скрипты, скрипты. И по сути вот у меня везде было скрипты, скрипты, скрипты. Все стали так воспринимать. Плюс это подтверждалось результатом. И как раз встал вопрос о том, что продавать скрипты в Word уже было неудобно. И я стала искать решение, чтобы сделать какой-то IT-продукт, чтобы можно было в онлайне это все делать, чтобы не нужно было там эти скрипты передавать, как-то обучать. Я нашла ребят из Уфы, подрядчики, которые просто должны были запрограммировать мою идею, как можно софт написать. Мы там потратили кучу часов, написали прототип, сайт уже был, все готово. Ребята из Уфы, ну так вышло, просто пропали. Домены были все на них зарегистрированы. И меня так аккуратно из схемы исключили. Но тогда у меня был хороший большой проект на консалтинг. Я что-то эту тему подотпустила, не расстроилась даже, что они меня просто тупо кинули. А потом, да, через 4 месяца я поняла, что капец, моя идея есть на рынке, ребята там успешно, неуспешно ее там выдвинули, а я как бы не в теме. То есть они, по сути, создали конкуренты тебе же на твоих технологиях? Да, да, да. Ну идея глобально была моя, потому что я писала скрипты, я столкнулась с историей, что неудобно их продавать в Варде. Да, да, да. А они не были экспертами по скриптам? Нет. Это вообще дизайнеры, программисты, они вообще занимались другими вещами, написали прототип, все, вывели на рынок, меня и схемы исключили. И как ты вообще, когда ты осознала, когда ты вот... Нет, ну я не помню, чтобы я прям так сильно расстроилась. Я там попыталась с ними как-то сойтись, мы там что-то даже договорились, что из разряда вот давай ты нам сделай отдел продаж, мы, может быть, в долю возьмем. Вот были такие какие-то... Мой же проект, да. И в этот момент, так как все предопределено, я знакомлюсь с Максимом Немченко, а он занимался автоматизацией отделов продаж, и постоянно от клиентов шли запросы по скриптам, что-нибудь. И они создали прототип уже конструктора, но так как не было в их команде эксперта, который понимает, как это продавать, как это продвигать, как это вообще видеть изнутри, вот именно человек-продукт, который создает, Макс вышел на меня, он стал искать, и, конечно же, Белочкина скрипты номер один, мы делаем встречу, при том я подумала, что это просто человек на скрипты очередной, а он говорит, мне нужен эксперт, чтобы сделать продукт. Я говорю, стопэ, я уже так делала, мне такое неинтересно, либо в долю берешь, ну, либо расходимся. И Макс мне на следующий же день, по-моему, позвонил и сказал, я согласен, давай в налоговую, сделаем компанию вместе, вот ты будешь эксперт, я как человек, который руками все может сделать. Да, то есть мы вот встретились, договорились, и вот HyperScript, это наш продукт, наш ребеночек, которого мы любим, обожаем, продвигаем, и как бы, ну, конкурентов нам нету все равно. А те ребята не конкуренты? А продукты есть на рынке, я даже называть его не хочу, а то еще сейчас все пойдут искать, кто это. Блин, и так пойдут. Черт. Ну, на самом деле, ну, знают по факту только нас. Конечно, кто-то тоже пользуется, и плюсы наверняка у них есть. Я не могу говорить плохо о конкурентах, и всегда учу своих людей, чтобы конкурентов плохо не говорили. Молодцы, спасибо, что вы есть, вы сделали нас сильнее. Ладно, расскажи тогда HyperScript, кому может быть полезен? Потому что, как мы уже выяснили, оказывается, тут есть люди за кадром, которые уже купили HyperScript. То есть, для кого кто, кто целевая аудитория, кто покупает? Целевая аудитория, это любой человек, от менеджера по продажам до собственника бизнеса, которым нужно улучшить, увеличить свои продажи. За счет сценария разговора. Не, ну, это не про систему продаж, не про регламенты, это вот конкретно, что говорить по телефону клиенту. И как это контролировать? Потому что, когда мы пишем это в Word или на каких-то листиках, это контролировать невозможно. Ты не знаешь, человек говорит по скрипту или нет. Ну, анализировать ты не можешь, что работать, что нет. Какой шаг отваливается клиент, на каком шаге, на каком нет. И ты не можешь создавать десятки веток, потому что человек не будет листать твою книгу скриптов. Это конструктор, который позволяет удобно создавать скрипты с любым количеством веток. У меня есть клиент, у него матрасы. У него 50 производителей матрасов и у каждого производителя еще по 10 наименований. И мы в одном скрипте создали описание каждого этого матраса. То есть там просто кнопку нажимаешь и тебе вываливается текст, что рассказать про этот матрас. И то есть это как раз конструктор позволяет создавать такие сложные ветки, анализировать это все, раздавать доступы, звонить, интегрировать CRM в системы. То есть человек звонит, нажимает кнопку начать разговор прямо в CRM в системе, запускается скрипт, он в скрипте заполняет поле имя, имя сохраняется в CRM. То есть все интегрировано, запрограммировано ни шагу влево, ни шагу назад. А CRM-ку нужно плюсом подключать? Да. У нас есть интеграции, которые уже прописаны. Для CRM, которые какие-то не самые популярные, мы прописываем, у нас открыто API, можно своими силами, можно с нашими силами прописать. Получается, что для любого... Ну, короче, а насколько это доступно? У нас аккаунты, если брать на 2 года, стоимость одного аккаунта, там что-то 199 рублей за месяц одному сотруднику. То есть, грубо говоря, если у вас в отделе продаж 5 человек, вы покупаете на год, то вам это обойдется там что-то, может, 8 тысяч, боюсь соврать. Вот. То есть очень доступно, очень доступно. А те компании, у которых там 100 человек и больше, мы всегда индивидуально расчеты делаем, потому что для нас это ценные клиенты. Я бы никогда не додумалась пойти искать скрипты для своего бизнеса, но сейчас я понимаю, что для моего формирующегося отдела продаж, уже в котором есть уже аккаунт-менеджеры, это идеальное решение. Да. Потому что ты же не будешь постоянно там над Телеграмом. Я бы сказала так вот, в этом случае сказала бы вот так. То есть ты один раз это прописываешь, это у тебя уже есть, ну, я не люблю слово шаблон, у тебя есть просто подсказка, да, которая работает лучше, чем то, что ты каждый раз пытаешься выдумать новое. То есть все-таки скрипт это то, что протестировано, то, что уже работает лучше, чем то, чем мы обычно пользуемся. И логично очень использовать именно это. Но опять-таки, сам хайперскрипт это все-таки сам молоток. А вот как бить правильным молотком, это вот именно написать правильный скрипт. К сожалению, этих знаний мало на рынке, то есть кто рассказывает про это. Книги, которые даже я читаю по скриптам, они очень шаблонные. Эти вот шаблоны, типа, скажите, а с чем вы сравниваете цену? Они настолько уже приелись. Я не знаю, наверное, ни одного человека, который сказал бы, я сравниваю с тем-то, с тем-то. Это уже не рабочая история, к которой мы привыкли. То есть надо, суть написания заботливого скрипта, это когда ты конкретно под свою аудиторию пишешь. То есть как сейчас вот ты этому обучаешь? Это тренинги или это личный консалтинг, только вот именно такой разовый, или как? Я до сих пор занимаюсь разработкой скриптов. То есть я очень хотела от этого уйти, потому что у меня это очень много времени отнимает сил, клиентов очень много, все хотят, я не умею отказывать. От того, что я не умею отказывать, я беру больше, чем я могу через себя пропустить. Из-за этого всегда какие-то накладки. Я страдаю от того, что меня кто-то ждет, да, в плане вот разработки скриптов, и там плохо сплет этого. Вот, поэтому такой элемент обучения и масштабирования, это я записала сейчас онлайн-курс, вот он прям скоро должен выйти, это очень такой длинный, да, первый мой был в Синергии, но он не по скриптам, там просто по телефонным продажам мы записали. А это именно 10 уроков, как написать скрипт. Первый урок, там и теория, и практика, написал, домашнее задание выполнил, часть скрипта написана. Второй урок, посмотрел, написал, выполнил. По сути, прошел 10 уроков, и у тебя на выходе скрипт в HyperScript. Плюс есть урок, как внедрять это все. То есть получается, что я получаю как раз-таки начинку, которую я интегрирую в HyperScript, и сажу человека туда. Получаешь обучающий курс, проходишь каждый урок, сама после каждого урока пишешь, что ты поняла из курса, плюс там будут речевые модули уже готовые, ими можно будет пользоваться. И на выходе просто остается обучить этому сотрудников, чтобы они этим пользовались. Плюс, да, проводим тренинги. Вот недавно в Москве провела тренинг открытый, там было 89 человек. Это было мега круто, мега сложно одновременно, потому что получилось, что все разного уровня. У кого-то быстро получалось, у кого-то медленно. Я понимаю, что да, это формат, но нужно меньшими группами и примерно по уровню подбирать людей. Плюс есть открытые выступления, на которые очень часто зовут. Просто выступить как экспертом на конференции. Я даю там схему, как правило, она полезная. Все, что ты не успеваешь рассказать, все, что ты знаешь про скрипты, ну, какие-то фишки, после которых у людей там все круто получается. И возникает желание, кому не нужно больше, те идут. Да, да. Расскажи про выступление как раз-таки. А вот как, например, попасть на выступление, в синергию? Как вы запартнерились? Я сейчас расскажу. Как у меня... Я, кстати, поняла, да, эту фишку, что нужно, чтобы обо мне узнали, я должна что-то постить. Я же не могу выдуманное что-то постить. Я стала предлагать бесплатно. Я ходила на тренинги, я звонила, или писала, давайте у вас бесплатный тренинг проведу, вы мне просто дадите возможность сфоткаться и вас запостить. Без проблем я проводила тренинги бесплатно, на какие-то форумы шла бесплатно. То есть был какой-то форум, я через знакомых, давайте про скрипты расскажу. Вот просто реально сама. А потом уже стали люди звать. И когда уже стали часто звать, уже гонорар какой-то появился. А в синергию там вообще глобально такая история была интересная. Вот у них сейчас форум будет 27-28, а в ноября Синерджи Глобал Форум. 3 года назад это был первый форум. Я очень хотела на него попасть. Я уже в тот момент зарабатывала. То есть один скрипт мне стоил бы билет. Я до сих пор все в скриптах считаю. То есть, например, заплатить за квартиру один скрипт, купить машину 20 скриптов. Я примерно вот так считаю. И тогда билет мне обходился как раз в один скрипт, и я понимала, что это нормально, проходная. Я оставляю заявку, мне перезванивает девочка. Добрый день, вы оставили заявку. Я говорю, ну да, оставила. Какой билет вы выбрали? Я говорю, ну вот такой-то. Ну, говорю, что-то все равно дорого. Она говорит, вам эконом дорого? Девочка по скрипту, наверное, работала. Я говорю, ну да, вообще-то. Она говорит, я правильно вас понимаю, что наши цены вас не устраивают полностью? я говорю, ну да, хорошо, всего доброго, до свидания. И я выпала просто в осадок, потому что у меня лежала карта прямо на столе. Я готова была платить этот билет. Я сама его себе давно уже продала, потому что это моя была бизнес-аудитория, все там, все, мне надо было туда попасть. Гришу Аветов, я ему написала в личку, Григорий, а он уже был знаком с Русланом, но мы с ним знакомы не были. И я ему пишу, что давайте я вам тренинг проведу, скрипт напишу бесплатно. Мне не продали как бы. Я знала вот эту тему, сделай людям добро бесплатно, и тебе это как-то придет. И Гриша такой, окей, сейчас с тобой свяжутся. Мне позвонили из их отдела продаж, руководителей. На Synergy Global я пошла бесплатно, у меня билет был бизнес в итоге, даже не эконом. Через 2 дня после форума я провела у них тренинг на 50 человек. И в день, когда я провела тренинг, Гриша предложил записать с ними курс продажи по телефону. Мы его записали там буквально, может, через неделю после этого форума. И они до сих пор его продают 2 года там с чем-то. То есть, глобально, опять-таки, не бойся пробовать взять собственнику, ректору бизнес-школы Synergy и написать, мне не продали, давайте вам бесплатно скрипт напишу. А он возьми да согласись. Если бы я побоялась и не написала, так бы не сложилось. Принцип Амстердама. Принцип Амстердама. Не бойся пробовать. Слушай, давай сразу, откуда, почему Амстердам? Это название, этому принципу, по сути, мы с Петей Осиповым придумали, придумали, когда я рассказывала ему свою историю, он прям сказал какой-то, а, я ему рассказывала, что я не боялась пробовать, не боялась пробовать. Он говорит, ты как в Амстердаме, типа, не боялась пробовать, да? Да, да, и вот мы придумали, что вот принцип Амстердама, и так я со сцены сказала, и это так прилипло, прям, принцип Амстердама, что не бойся пробовать. И так люди улавливают, это двойное дно, такой им нравится прям. Да, фишка, я когда как раз слышала твое выступление, Я как раз записала принцип Амстердама, а потом думаю, так, а почему Амстердам-то? Не бойся пробовать. Вот теперь, да, не бойся пробовать. А если бы, например, у вас не было бы общих знакомых, как ты думаешь, он бы реально откликнулся? Он даже не знал, что это у нас общая знакомая. Мы с Русланом уже расставались несколько раз. Мы тогда вообще даже не вместе были. Я уверена, что он даже не знал. Я потом уже на встрече рассказала, что знаю Руслана, вот это все. Гриша не знал. Для него я была незнакомым человеком, но так как... Попала в боль? Да, мы почему-то были в друзьях в тот момент. Я, скорее всего, его также добавила в друзьях. Потому что он, да, да. Но клиент же, целевая аудитория тоже. Да, это не то, что клиент, это наш друг. Он был у нас на свадьбе, у нас просто с Григорием. Нет, я имела в виду, что когда ты его добавляла, по критериям клиента он подходил. По критериям аудитории, что он может делать именно так. Слушай, ну вот это тоже прикольная фишка, да, в Фейсбуке добавлять. Кстати, а почему ты думаешь, а почему у вас сегодня Инстаграм? Ты не единственный человек, который сейчас говорит о том, что Инстаграм работает круче, чем многие другие социальные сети. Я имею в виду, не сравниваю с Ютубом. Ютуб это отдельная сказка, да? Почему, как ты думаешь? Вот я долгое время, еще раз расскажу, вот думала только Фейсбук, только та моя целевая аудитория. Действительно, у меня там было очень много клиентов, были крупные, которые непонятно как на меня выходили. Но потом я стала бить в Инстаграм почему-то. И поняла, что в Инстаграме отклик-то лучше. В Фейсбуке я не знаю, чем это, какой-то феномен Фейсбука. Там сидят какие-то диванные какие-то эксперты. Критики. Критики. Да, да, да. Ты вот как... Высказывают мнение вот такое на такие комментарии. Я прям тестировала. Один и тот же пост. Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте. В Инстаграме, Фейсбуке все реагируют, комментируют. В Фейсбуке обязательно найдется 2-3 человека, которые просто обольют эту всю идею непонятно чем, раскритикуют и все. И у меня вот какой-то такой стереотип сложился. И я перестала. Притом я понимала, что все те, кто у меня есть на Фейсбуке, они уже давно у меня и в Инстаграме есть примерно. Но в Инстаграме они так не реагируют. Это какой-то феномен. Необъяснимо, но факт. Вот как Дружко говорит, да. Необъяснимо, но факт. Почему-то так, да. И я Фейсбуком пользуюсь. У меня там пишут постоянно кто-то, что-то. Но рекламные посты не люблю там делать. Просто я лучше в Инстаграме. А ты используешь рекламные посты? Вот когда мы тренинг делали, мы запускали рекламу. Пока нет. Я использую в Инстаграме гостевой вот этот блогинг, когда мы друг о друге делаем. Друг о другу ходим. Да. Притом какое-то одно время даже грешила масс-фолловингом, но поняла, что вообще не мой это. Слишком широкая аудитория. Поняла, что нет. Один раз пробовала гивы. Я не помню у кого. Тоже не зашло. Все отписались. И сейчас я понимаю, что вот только с выступлений моих целевых я просто рассказываю о себе, что подписывайтесь на меня в Инстаграм. И самая моя целевая аудитория приходит вот с выступлений, которые сами меня ищут, которые понимают, что я могу рассказывать. И вот по близкой тематике гостевой блогинг лучше всего работает. Слушай, а почему ты, я заметила, я давно на тебя подписана, ты открыла сейчас личный аккаунт отдельно. Почему вот все это? Я не знаю, у меня какое-то, когда я вышла замуж, у меня реально случилось раздвоение. То есть я вот как-то пропустила через себя статус жена и понимаю, что мне прям хочется уже этим делиться, вот прям рассказывать. Потому что многие на бизнес-странице спрашивают, но я понимаю, что если я сейчас запущу там 50 фотографий со свадьбы, мне просто заклюют. А мне как девочке хочется, потому что у меня переосмысление ценностей произошло. Я поняла, что я как девочка не должна зарабатывать все эти миллионы, да, у меня муж успокаивает, тебе не надо столько. Ты вот должна еще дома вот спокойной быть. Он меня после выступления прям успокаивает, я прихожу, он говорит, все, сейчас молчи. То есть нам даже не надо разговаривать, мы вот понимаем. И мне очень хотелось этим это тоже рассказывать, потому что нас не то чтобы затравили, но информационный шум насчет бизнес, цели. Все стремятся к этим целям, бизнесу, у кого-то что-то получается, а потом наступает период, а что с этим делать дальше? И нужно, чтобы еще были люди, которые тебя успокоят. И ко мне вот как раз с моей бизнес-страницы перекочевало около 3000 людей, и там вообще у нас идеальное просто. У меня там столько лайков, столько комментариев, собирают малюсенький пост там какой-нибудь о чем-то, но собирают по статистике даже больше отклик, чем на бизнес-странице. И я там уже рассказываю про себя, как про девочку, что-то с внешностью связано, как я там семейные ситуации разруливаю, про путешествия что-то. И я понимаю, что люди, которые там смотрят, они готовы к этому контенту. И мне прям нравится. Одно время я вообще там прям готовила, что-то выкладывала, потом потеряла. А что ты думаешь, когда, например, у человека есть личная страница, и он думает, надо бы и бизнес его продвигать? Потому что у большинства же людей наоборот много личного, а про бизнес они, знаешь, как-то забывают писать, что они эксперты в том, эксперты в том. У меня так было. То есть я же Инстаграм воспринимала как страничку, где нужно просто фоточки с отдыха выкладывать. Вот. А как ты думаешь, надо открывать новую страницу или все-таки вот? Нет. Нет. Если мы личный бренд, соответственно, ты личность, и ты продвигаешь какой-то свой бизнес, продукт. Должна быть одна понятная связь, что вот ты Белочкин, и вот ты скрипты. Поэтому нужна и личная информация о тебе, потому что доверие, если к тебе как личности складывается, то и к твоей компании будет доверие складываться. То есть очень такая понятная мне связь была, ну, даже тогда меня никто этому не учил. Я понимала, что если доверяют мне как Белочкиной, то будут доверять мне как девочке, которая пишет скрипты, вот та Белочкина. Поэтому я спокойно и про личное пишу, иногда очень даже дерзко там что-то могу написать. Вот недавно постила о том, как я к стоматологу сходила, да, то есть мне очень понравилось. То есть просто нереально там, как это все под микроскопом сделали. И я рассказала, огромные отклики, записи были в эту клинику, и всем хорошо. Мне очень понравился твой пост про то, как не надо писать, делать предложения про кофе и так далее. Это прям болевая такая тема, реально. Это прям выразило мои мысли прям вот. Да, я еще люблю такие фишки, лайфхаки из опыта давать, коротко, как-то ясно. Вот так нельзя, вот так можно. То есть есть у меня такие серии постов, я все никак не дойду, чтобы сделать рубрику какую-то. Друзья, просто вот вам скажу, если вы вдруг хотите кому-то предложить что-то, не надо писать. У нас есть для вас суперпредложение. Пишите сразу, пишите сразу, да, что вы хотите от человека. Это тот же принцип продаж и call to action. То есть вместо того, чтобы звонить и спрашивать, добрый день, у вас есть пару минут, да, сразу скажи, что ты дашь человеку хорошего. И он тогда определит, заговорить ему с тобой или нет. Особенно в соцсетях, если вы в личку пишите кому-то, сразу пишите суть предложения. Потому что пока доберешься, пока выяснишь у человека, что тебе хочется. Что там отра-та-та, если их 100 в день. В общем, да, мы друг друга понимаем. Настя, благодарю тебя за нашу встречу. У нас есть такая традиция, да, для слушателей, смотрителей подкаста какие-то подарки. И я знаю, что подарков точно есть у тебя, с учетом твоей темы. Актуальный абсурт для любого предпринимателя. Чем ты с нами поделишься сегодня? Так, давайте тогда так. Все, кто подпишется на меня в Инстаграме, ВКонтакте, лучше в Инстаграме, мы отправим ссылку на обучающее видео. То есть там как раз видео о том, как написать скрипт продаж для себя по всем 9 этапам. Главное не переживать, если в течение пары часов вам или пары дней никто не ответит, потому что все вы знаете, Инстаграм, ВКонтакте блокируют, если идет какая-то массовая рассылка. Отправим в течение сколько-то там недель. Вот, а разыграем давай. Давай сейчас резюмирую. Итак, значит, вам нужно подписаться на аккаунт Насти. Да. И в течение какого-то периода, смотря как... Не подписать еще больше. Написать, да, написать промокод обязательно в Директ, Азаренок ПРО. Да, мой промокод. Мой промокод, чтобы понимали, что да. И в течение какого-то периода вы получите... Мы 100% пришлем всем, пожалуйста. Не переживайте, не бойтесь. Но мы 100% всем отправим ссылку на обучающее видео. А второй подарок у нас будет специальный чек-лист. Его можно скачать в нашем Телеграм-канале, где мы выложили анонс выхода этого ролика, этого интервью. А что за чек-лист? Чек-лист оценки телефонного разговора. То есть вы по 35 пунктам оцените свой звонок или звонок вашего сотрудника и поймете, насколько у вас все плохо или хорошо. И если все плохо, пропишите скрипт и сможете по этому чек-листу и дальше слушать своих сотрудников и оценивать их. Супер. И самый главный подарок у нас приготовлен для тех, кто посмотрит это видео на Ютубе и поделится впечатлениями о том, что было для вас полезно, как у вас впечатление. Может быть, задают какие-то даже вопросы, на которые вполне возможно у себя на аккаунте в Инстаграм Настя потом ответит. И что мы подарим тем, кто победит рандомно по комментариям? Мы подарим 5 бесплатных аккаунтов в HyperScript на год. Да, вот. Притом неважно, сколько у вас сотрудников. Если у вас есть годовой аккаунт, хоть 100 скриптов там можете писать, хоть 100 сотрудников. Друзья, 5 победителей рандомно мы выберем через течение недели после выхода этого ролика. Пишите комментарии впечатления. Мы раздадим номерки в комментариях и разыграем, выложим в Инстаграм на аккаунте Азарюнок про результаты этого розыгрыша. 5 человек получат годовое вне зависимости обслуживания, вне зависимости от количества сотрудников, количества скриптов. Но я моим всем студентам буду стронгли рекомендовать участвовать в этом розыгрыше 100 пудово. Вероятность высокая. Да, вероятность высокая. Ну вот смотря кто, как за неделю активизируется, знаешь, иногда бывают такие прям батлы там. Окей. Слушай, я благодарю тебя. Знаешь, у меня к тебе еще особенная благодарность, не только потому, что мы встретились с тобой, но у нас же с тобой еще будет вебинар в рамках мастер-группы «Будь брендом», и я знаю, сколько у людей вопросов по продажам. И очень часто люди не понимают, действительно, вот это есть возражение, что скрипт – это что-то такое, вот как ты сказала, да, там где-то манипуляция, где-то что-то. А ведь на самом-то деле скрипты-то не про это. Вот сейчас я понимаю философию про заботливые продажи. Это круто. Я рада, что с нашими студентами ты прям поделишься всеми лайфхаками по этой теме. Круто. Спасибо. Благодарю тебя. Давай месседж напоследок для всех слушателей, кого интересует тема личного бренда. Друзья, не бойтесь пробовать, да, и не бойтесь писать о себе. Найдите себя и сделайте так, чтобы большее количество людей о вас узнали. Но дайте людям пользу. Вот когда вы будете открыто делиться пользой, мне не жалко дать инструкции, мне не жалко дать чек-листы, мне не жалко рассказать вам, даже если вы мой конкурент. Потому что я знаю, что я уже в нише, я знаю, что делаю добро, и это все возвращается. И давайте научимся уже помогать покупать, а не продавать. Всем пока, спасибо. Благодарю вас. Счастливо. Лайки, комментарии. И встретимся в следующих эфирах в Азаренок.про подкаст «Будь брендом». Счастливо. Ну что ж, я более чем уверена, что вас порадовало это интервью и, мягко говоря, удивило количество подарков, которые приготовила наша гостья сегодня. А я, в свою очередь, хочу поблагодарить это пространство «Мерседес Минь», в котором мы и провели эту встречу. «Мерседес Минь» – это новый формат «Концепт Стор» для активных молодых людей. Концепция заведения построена на виртуальном общении, что позволяет открыть для себя мир «Мерседес Бенц». В пространстве расположены две интерактивные панели, через которые можно ознакомиться с меню, подобрать автомобиль из широкого модельного ряда «Мерседес Бенц», собрать его в конфигураторе, выйти из социальной сети или скоротать ожидания заказа за одной из игр. Консультанты «Концепт Стор» помогают подобрать пустителям автомобиль мечты и знакомят с представленными новинками модельного ряда «Мерседес Бенц». А в детской зоне «Мобил Китс» дети посетителей проходят обучение правилам дорожного движения, получают права и даже соревнуются на гоночной трассе. Подробную информацию читайте по ссылке в описании профиля.